Ну что, ребят, это новенький, свеженький выпуск Кедыр-дыр. Мы в привычной локации, но непривычно много автомобилей на самом деле. И мы как-то даже не думали, что их может быть так много. Потом посмотрели как бы на дату, вроде понедельник, рабочий день. Но оказалось, что понедельник, рабочий день, именно сегодня какое, 10 число. 10 число, понедельник. У нормальных людей, походу, выходной. Я не знаю, как это и что это. Для меня это новое, это какое-то чужое слово, непонятное. Поэтому мы продолжаем снимать. И несмотря на то, что много людей, много машин, много шума, мы сейчас поздороваемся с хозяином. Чувак, серьезно, мы снимаем сегодня легендарную тачку. Немножечко. Вот эту красную. И переместимся. И снимаем мы, разумеется, новенький Smart Croster. Чувак, насколько это охренительно это. Ты посмотри. Ладно, я сниму. Smart Croster мы обязательно когда-то снимем. Но сегодня мы снимаем. Посмотрите просто, какую пушку. Это Porsche 911 Carrera S. Познакомимся, собственно говоря, с хозяином. И знаешь, хозяина, если я представлял такого плотненького мужичка, который будет... По-любому намайнил. По-любому намайнил. Когда купил биток, признаешься. Ну, E-Coin покупал или биток? Давай. Нет, это не биток. Блин. Это официальная машина. Не, мы про биткоин. Завезем. Где намайнил? Просто на чем поднялся, скажи сразу людям. Окей, это наша тайна, нигер. Это наш секрет, нигер. Как ты вообще пришел к этому автомобилю? Потому что, ну, на самом деле, смотря на эти автомобили, смотря на типичных владельцев, это либо очень на короткое время берут молодые ребята, но в основном это уже, знаешь, познавшие жизнь люди. Такие упитанные, как бы, с жирком опыта и настоящим жирком. Как ты к этой тачке просто пришел? На самом деле, мы эту машину взяли в семью, в коллекцию, как бы, потому что у нас было до этого там разные спортивные машины, и сами мы занимаемся просто кольцевыми гонками еще. И эту машину мы взяли для того, чтобы получать удовольствие, чтобы на ней выезжать только вот в такую погоду, как сегодня. То есть это просто очередная машина, да? В коллекцию. Это машина в коллекцию. Сколько цифр в коллекции? Просто так вот, две, три, четыре? Ну, всего пять машин сейчас в семье. Это так, на выходной день? Это, да, это на выходной день, чтобы ее любить и выезжать, иногда получать кайф. Ну, тут все в деталях именно познается в этих 911-х, и именно вот эта модель, которых на самом деле в Украине очень мало, именно второго поколения 997. И тут надо разбирать каждый экземплярник. Просто честно признаться, я 911-ми не грезил никогда, потому что, ну, как бы, где я, где 911-ми? Давай будем реалисты. Как бы где-то на них когда-то в Need for Speed'ах поглядывал, думал, как и Сашка. Сашка сейчас смотрит и в первый раз, наверное, видит. Чувак, охеренная тачка. Охеренная. Сейчас еще приедет наш друг, как всегда, на своем зеленом танке. И как бы скажет, что у него в бампере и в багажнике столько же, сколько стоит вся эта машина. Пока его нет, можно, не начал трындеть, можно понаслаждаться и поговорить о том, какая эта тачка реально охеренная. Как ты уже сказал, да, мы накатались на ней на МФС. Да, в Need for Speed'е только катались. Ну, слушай, вживую это, конечно, пушка, ракета, петарда, а что там еще, бомба. Все слова. Но фишка в том, что просто реально я для себя, честно говоря, не рассматривал никогда этот автомобиль. Поэтому, ну, смысл о нем узнавать, если он где-то там далеко. Единственный автомобиль, на котором, за которым я был за рулем и ездил из Porsche, это 924. Это переднемоторная брычка дешевая, которая стоила когда-то 5000 долларов. И ты уже думал, блин, я в Porsche еду, офигенно. Но, понимаете, когда ты подходишь к этому, ты понимаешь, что это совершенно разные лиги. И, почитав об этом автомобиле, посмотрев кучу роликов, на самом деле, русскоязычный сегмент почему-то пустой именно по последнему. В основном англоязычные, ну и в основном британцы, американцы, британцы. И все они просто дико фанатеют от этого автомобиля. Все они говорят, что этот автомобиль нужно брать прямо здесь и прямо сейчас, потому что он будет расти в цене. Кстати, в последнее время, вот последнее, я тоже на YouTube смотрел, 3 месяца. Вот месяц назад американцы уже говорят о том, что эти машины начинают там на 10-15% расти в цене. Она стала, конечно, дешевле. Но за счет того, что спрос растет, то люди их сливают там по хорошим ценам. Но и этот Porsche немножко по-другому рулится по сравнению с тем же следующим поколением и уже самым последним. Потому что здесь все-таки еще гидроусилитель руля и машина чувствуется, ну ты чувствуешь машину. Вот многие, да, отмечают, что это последний, знаешь, такой 901, аналоговый 911. Там, где электронные помощники тебе именно немножечко помогают, но не мешают чувствовать автомобиль. И вот сейчас, правильно ты сказал, сейчас, эта тачка достигла минимума цены. Вы можете предположить в комментариях прямо сейчас, какой это минимум, я о нем знаю. Страшно его озвучивать, потом я его озвучу. И тачка действительно потихонечку начинает расти. То есть дешевле она уже не будет. Так что мы ведь с тобой вряд ли ее когда-то возьмем. Купишь ты, что ты это? Да нет, ну просто... Чувак, она в Дидфоспиде дорого стоит. Суть не в этом. Я вообще чувак, который... Я никогда не завидую, не... Ну, ты начал, да. Людей, если купили и наслаждаются, реально офигенно. Сразу скажу, что мне нравится цвет. Почему не более яркий цвет? Ну, потому что вот сказать, что она где-то выделяется среди всех машин. Вот так, если просто... Она не выделяется. Вот первую я заметил, родстер, я тебе отвечаю. Реально. Почему они... Ну, тебе реально нравится цвет или был это просто единственный вариант, который хороший был? Да, мы на тот момент, это в 18-м году мы ее покупали. Ну, и сейчас на рынке немного машин, но тогда были варианты, но они были либо уже со скрученными пробегами, там в Одессе... Зачем не скручивать пробег? Ну... В Одессе любят, все. Тут как бы... В Одессе любят. Ну, даже если бы она проехала там 500, ну это же наоборот круто. Ну, типа, блин, вот такая машина, ну все окей. Я бы не взял Porsche с 500, человек, нет? Взял в 400 в Toyota. Toyota, да где Toyota, в 400, в 400, чувак, она еще в 400 проедет. Еще в 5-мах двигло, только тебе сказать, привет! Так вот, 18-й год, да, немного как бы машин на рынке есть, я знаю, потому что я сейчас отрел, есть две всего лишь машины. Да. Почему именно это? По цене, и по состоянию, и по пробегу мы выбирали. А цвет, ну, на вкус и цвет товарищей нет, но у нас машины в основном все серые. Просто мы любим этот цвет, и мы ее увидели, нам все понравилось, проверили, все. То есть она в семье уже 3 года? И слушай, за 3 года, Сань, этот человек не обтянул ее в зеленую, там, не знаю, розовую какую-то пленку, понимаешь? Нет, это вообще... Не перешил, не заколхозил тачкой, ну, беглый осмотр пока, я пару раз вокруг только прошел. Она полностью как будто в стоке, поэтому за это тебе отдельный респект. Может, мы еще затянем ее в прозрачную полосу? Ну, вот начинаешь. А, прозрачную, ладно. Не, ну, для защиты огонь, а красить зачем? Не-не-не, просто в защитную, да. Я просто, когда наблюдал такие всегда парши, то есть если тебе повезло, и ты увидел, то обычно это какой-то ярко-белый цвет белоснежный, или это, ну, красного вообще не видел. Ну, ты понял, о чем я говорю. То есть это такая, вот как ты говоришь, тачка выходного дня, хочется, чтобы ты едешь на ней. Потихоньку, или не потихоньку, но на тебя обращают внимание, конечно. Мы тут за кадром такие, ну, давай перемещаться на другую точку, давай подснимем, давай ты за руль там прыгнешь. Вопрос в том, что, смотри, как бы, тут 4 места. Ну, понимаешь? У нас больше места. У нас больше, над нашими четырьмя местами смеялись. Все, все, тихо, ну, просто посмотри, сколько там, как бы, места. И вопрос в том, что, а как? Ну, вот серьезно, вот столько или вот столько, это все равно ничего не менять. Ну, как бы, есть ножка и нет ножки. И вот там сидишь с ногами за голову. Это аэробика. Оп, оп. Мы в четвером ездим. В четвером? В четвером? Четыре взрослых человека. Вот так. Замечу, там голова не подъедет. Подожди, давай посмотрим. Хорошо, как назад уместиться? Кто сзади поедет? Ну, я поеду. Мне просто интересно. Слушай, я вообще с удовольствием. Не, ну ты меньше поместишься. Ну, ты, слушай, там два тебя влезет. Так-то. Нет. Надо снимать, потом влезет. Давай, Ром, правильно? Да. Мне просто интересно, ты плюс-минус роста такого же, как я. Как ты туда поместишься? За водителем я тебя сажать не хочу. Это будет очень больно. Давай с той стороны попробуй залезть. Мне очень интересно, как это будет выглядеть. Подожди, подожди. Ну, допустим, как бы, если что, тебе аэрбэгом отстрелят чашечку. Это такое дело. Хорошо, влезу ли я? Сейчас я не смотрю в салон, просто влезу ли я? Ну, слушайте, предварительно влез. Чувак, на самом деле, тут места много. Так-то. Все, едем, короче. Поехали, пацаны. Не знаю, что там пацаны сейчас снимают, но я хочу их немного удивить, поэтому я договорился здесь с одним автосалоном. В общем-то. Заеду. Консьерж, пожалуйста, а можно мне с 83 автоподача такая заехала? Неплохо. Это, на самом деле, очень удобно. Пусть мне и не так комфортно, как было бы, например, в Рено, но по рассказам многих блогеров, тут вообще, естественно, на самом деле нереально. Но здесь я сижу комфортно, у меня реально коленки не упираются в бардачок. Ты сидишь комфортно. Вот. Ну что, поехали, да, мне интересно услышать. Я садиться за руль пока очень сильно боюсь. Потом я попрошусь. Сейчас я хочу посмотреть, как это все будет происходить с пассажирского кресла. Сколько ты за три года на ней намотал? Ты сам ездишь или вот... Ну, мы в выезды там или с родителями, или на двор там с машинами еще выезжаем. Мы всего проехали, получается, 8 тысяч за три года на ней. А, то есть это чисто вот тачка максимально выходовая, да, на расслаблении? Ну, не в дождь, не в снег. Ну, зимней резины даже на ней нет. Зимой мы вообще на ней не выезжаем. Ну, только если вот как год назад было сухо, то мы там на 31 декабря выехали так, чисто, кружок, да, в плюс там 5. Ну, просто многие владельцы именно на драйве, то, что я почитал, отмечают, что эта тачка вполне себе подходит для круглогодичного использования и никаких особых проблем она, матер боже, не доставляет! Что же ты делаешь? Ааа, курва! Зачем? Мама! Фух! Не, ну это хорошо. Это у тебя 3,8 атмосфера? Да, 3,8 атмосфера, 385 лошадей. Ну, просто, вот сколько я не вчитывался, сколько я, как бы, реакций не смотрел, все почему-то плюются от турбо-версии, ми-турбо-версии. Вроде они валят намного быстрее, там некоторые, по-моему, за 2,8 до сотни, за 3 до сотни разгоняются, но многие отмечают, что это совершенно немного, ну, не те ощущения, которые дает тебе именно атмосферная тачка, потому что на атмосферной у тебя вот эта постоянная тяга, с любого вообще-то количества оборотов, и нет никаких ни турбо-ям, ничего. Вы именно выбирали атмосферную версию, или это просто попался хороший вариант? Да, выбирали атмосферную, потому что, ну, мы не гнались прямо за скоростью, за ускорением, там, каким-то сумасшедшим до 100, именно за красотой машины, да, и чтобы она все-таки в состоянии была хорошим. Потому что найти, там, ту же турбо-версию в этом кузове вообще было практически нереально, там, или какие-то очень дорогие варианты уже были, почти как новое, можно в салоне уже новый кузов взять, там люди продают турбо-старые. Какая у тебя основная тачка, если эта тачка просто вот на выходной день? У нас Jeep Grand Cherokee. И сейчас, ты скажешь, хемия какой-нибудь? Нет, обычно дизельный. Как это сочетается? Дизельный, чтобы подношнить в городе, а это именно, чтобы получить удовольствие. Да, это просто машина на каждый день, на которой там есть фаркоп, которая тянет 3,5 тонны, если надо, у нас есть лафет, можно загрузить машину, куда-то с ней поехать. Ну и для наших других кольцевая, у нас есть Ford Fiesta, там мы тоже ее таскаем время от времени, там или на стенд, или на чайку. То есть ты часто устраиваешь такой рейс-дэй себе? Ну, в последнее время нет, но вот 18-19 год, да, я в 19-м году стал чемпионом Украины по кольцам гонкам. Хорош! Да, на калинах мы гонялись. Слушай, я как раз говоря о гонках, просто мы с Вашкой не раз обсуждали, что у нас как бы таковых треков, ну, типа, кроме чайки, мы, честно говоря, люди, которые далеки от гонок, больше не знаем. Да, на самом деле только чайка у нас есть. То есть никаких закрытых там частных треков, ничего такого особо нет? Нет, ничего нет, да. Никто ничего не сделал, не построил. Либо уличные гонки, либо чайка. Да, либо чайка. Хоть раз ты участвовал, на светофоре по-любому вот находился какой-то человек, который намекал тебе о том, что давай. Ну, да, на этой, там мустанги всякие пытаются. Ну, тут все зависит от того, ну, насколько... Эта машина унирует, там, 4,5 вроде она должна ехать по паспорту 0,100 со светофора. В принципе, колеса задние позволяют, там, просто газом эффективно разогнаться. Ну, тут надо понимать, что 4,5 едет до Гольфер, там у нас первом стоит же. Или даже 100,5. Не многие заряженные хедши, да, плюс-минус, много чтобы потекать. Ну, вот 100,200 уже интереснее. Конечно, там уже меньше тебя и желающих объехать. Но у тебя все равно есть это ощущение, ты в Порфе, а не в горячем хедши сидят. Ну, грубо говоря, тот же Гольф. Извини, я просто каждый раз, когда ты вот чуть ближе. Каждый раз, когда я это вижу, это просто хоп-мак опять. А ну, а ну там, ну а как что? Ну да, ну вот. Это у них там, а я что? Ну, в принципе, любой новый заряженный хэтчбэк будет стоить плюс-минус, как эта машина. Если так разбираться. Ну, плюс-минус. Раз мы уже дошли до этого момента, то скажу, что на условном авторе либо в LX, на БУшке, грубо говоря, этих автомобилей я смогу найти всего лишь две штуки. Это дорестайлинговые образцы, один кабриолет за 48 стоит и одна купешка стояла вот за 50 тысяч долларов. Больше, как бы, предложений по этому модельному ряду не было. И в основном висят новые тачки там 20-х, 21-го, 19-го года, но там есть комплектации по 450 тысяч и по 380 тысяч какие-то заряженные. А вот именно таких честно говоря, я больше не видел. За сколько вы взяли? Мы взяли машину за 45 тысяч долларов, что очень... Это очень сочно как-то, да? Да, очень выгодная цена, потому что у нас уже ВДК, то есть это различие от рестайлинга и рестайлинга. Тут уже семиступенчатая ВДК стоит. Ну, аналог ДСГ походу. Ну, да, 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 Паршовская, так скажем. И, в принципе, различия там по задним фонарям и по передним вот габаритам они другие немножко. И мультимедиа здесь уже другая. Вот такую же мультимедиа можно встретить в машинах с 11-го по 13-й по-моему, год. Она будет выглядеть идентична тут функционала по минималу. Ну, так-то это очень хорошее положение, потому что действительно тачка начинает расти в цене. И как бы ты ничего не потеряешь и при этом получаешь удовольствие находясь вообще за рулем этого автомобиля. И вот раз мы немного рассказали о коробках, то действительно были несколько вариаций. Это был пятиступенчатый обычный автомат, семиступенчатый как у тебя и шестиступенчатая ручная коробка, которая вроде по слухам как бы говорят, что да, одни говорят, что нет, разработана была Мерседес, потому что у Порше на тот момент не было нормальных коробок, которые могли переварить этот момент. И пятиступенчатая была, это G-Tronic, то есть это Мерседесовская по сути коробка, которая выдерживает там сумасшедшие нагрузки. И там есть у нас и блогеры, которые ездят на 997 кузове, там на 1200, по-моему, там уже больше силы. И эта коробка там с минимальными какими-то апгрейдами держит там сумасшедшую мощность. Но при этом говорят, что она все-таки помедленнее. Ну, да, конечно. То есть тех ощущений, как условно ты на ручке либо на этой коробке ты там не получишь. Я очень сильно постараюсь быть сдержанным. Дело в том, что если все машины просто хороши, ну, хорошие из них, то это мечта. В прямом смысле. Если у меня когда-то появятся просто лишние 150-160 тысяч евро, не задумываясь потрачу их на Porsche. Хотя не исключено, что когда-нибудь куплю себе бушный. Я не знаю, у меня всегда просто по-хорошему горело от этих автомобилей. Я себе очень сильно хотел бы такой. Дорого, но, блин, сколько он удовольствия приносит. Это просто тачка для фана. Но я, конечно же, нарушать не буду, поэтому камеру даже поставлю на приборку. Она здесь, благо, такая ровненькая, позволяет это сделать. Люди иногда спрашивают, зачем такая машина. Сегодня мы у подписчика это узнаем, потому что он является непосредственно владельцем такой тачки. Я вам скажу, не обязательно для того, чтобы постоянно гонять и нарушать. Тут правильно сказал Рома, когда-то в видеоблоге, отвечая на такой же вопрос. Просто подъехать на светофор или куда-то навстречу, или просто кататься на скорости 60 км в час на такой машине намного приятнее, чем на любой другой на такой же скорости. Вот и все. Но при этом вы должны помнить, что вы всегда можете поехать куда-нибудь в Европу, где, во-первых, есть автобаны, где можно ездить быстрее, чем у вас, а во-вторых, там есть специализированные треки. Если у вас уже есть деньги на такую машину, почему бы не делать так регулярно? Прямо сейчас я еду ровно 110 км в час. Здесь разрешено ехать до 130. Я просто хочу сейчас вам показать, насколько быстро эта машина ускоряется. Надеюсь, вы поняли. Сейчас узнаем средний расход на 100 км в час, если просто ровно поддерживать скорость по трассе. 7,5 литров. Как малолитражечка какая-то. Я свой интерес удовлетворил. Я знаю, какой минимальный расход можно держать на этой машине. Поэтому сейчас я включу ручку в режим спорт. Спорт плюс, наверное. И она прям сразу дурной становится. с такой надо чисто ехать на трек куда-то или на автобанк хотя бы и просто или ночью или рано утром, когда никого нет на дорогах, развлекаться. Переместились в более такую тихую романтическую атмосферку. Вот, уже приготовились снимать штанишки, потому что тачка действительно крутая. Я, знаешь, так автоматически подхожу к капоту, хочу такое сказать. Давай откроем, посмотрим на двигатель. Но понимаешь, что двигатель-то у тебя сзади. И давай немножечко разберемся, как с багажным отделением. И найти, как открывается багажное отделение, безусловно, я предоставляю вам, Александр. Вперед! Как открыть багажник? Про Запорожье были уже, да? Не, еще не было про Запорожье. Мне кажется, можно только подумать. Подожди. Только с салона? Ну, сразу. Сразу с салона? Давай, перемещайся. Мне интересно, сколько у тебя займет времени? Я так не хочу, сейчас салон смотришь. Ну, ты не смотри, не смотри, я тебя прикрываю, все, ты не смотришь салон. Давай, кепочкой прикройся, ты не смотришь салон. Охеренно. Ну, зачем ты посмотрел? Блин, вот это салонище. Вот это руль. А то последние машины, ты видел какие рули там были? Да ну. Ну, или так. Вот это салон. Так, понимаешь? Смотри, алькантара. Да, еб мой, еб. Люк. Что, глянь? Смотри, двигаются эти, чувак. Ремни двигаются. Давай, ищи. Посмеялся и хватит. Давай, ищи. Посмотри, Даша, ищи. Я понял, все. Сашка. Быстрее, еб. Коробочки, защелочки, бардачочки. Трябать. Вася, посмотри, что? Что это? Да, нажми. Ты, я такого в жизни не видел. Что это такое? Это для кассет. Это для диска. Диски хранить? Да, это диски хранить. Что это придумал? В смысле? Тогда еще были диски. Саня, подожди, не двигайся. Не двигайся. Стой. Не двигайся. У меня для тебя еще одно есть. Саня, закрой. Посмотри. Посмотри, тут касски можно хранить. Закрывай, сотри сюда. Смотри. 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 Посмотри. Смотри. Чашки старые. Почему у меня лонцири такого нет, бля? Посмотри, охренеть. Почему в 2008 году люди включали в голову какую-то фантазию? Так сколько инженерной мысли здесь, понимаешь? Оно и закрывается же оно. Просто ты взял, закрыл. Охеренно. Просто. А ну, удиви меня еще чем-то. И с каким? Я даже если хотел, но не нашел бы, понимаешь? Но насколько здесь продумано, до мелочей все. А ну что-то еще есть такое? Ну что-то вот должен знать. Ключ не с правильной стороны. Ключ не с правильной стороны. В смысле? В смысле? Я тебе ключ вставлять. Что? Где? Другой стороны. Другой стороны? Да. Почему? Это спорт. Ну вообще, да, смотри, когда забегали спортсмены, они же забегают, и сразу, в ключ, провернул и поехал. Смотри, ты нашел, открывай и одно, и второе. Где ты нашел? В смысле? Ты гладил это? Из всех машин, которых мы видели. Максимально удобно. Максимально вообще. То есть, ну тут не увидеть. А не задеваются ли они? Насколько они западают ли пыль, когда ты ножками сюда? Нет, оно все, все здесь вот этой резинкой закрывается и сюда. Ну, грубо говоря, затирается вот эта часть, ножка ногами, надо это протирать. то есть, вот с точки зрения практичности, не знаю, насколько может быть, даже было подобнее. Сразу отмечу, что вот эта кнопочка, это новая стоит, потому что в этих машинах это проблема. Люди очень сильно тянут кнопку багажника всегда и у многих, и они просто отламывают кнопку и она вот так болтаться начинает. Я буквально вот месяц назад заказал себе новую кнопочку и сам ее поменял. Сам поменял? Да, сам поменял. Как тебе сказал мужик на стадионе? Как он тебе сказал? Молодец, сонечка. Сонечка. Давай, открывай. И слушай, раз ты уже рассказал, что ты поменял кнопку, пока Сашка открывает. Блин! С каким звуком? Я ж-то думал тянуть кнопку, я теперь понял, о чем ты говорил. Закрой. Покажи еще. закрой, пожалуйста. Я тебе сейчас просто покажу, что значит кнопка. Не вот эта. Просто эти кнопки, понимаешь? А вот эта кнопка. Смотри. Давай. Блин, можно языком открыть, если захотеть. Ну, это очень секс. И открывай тоже, жопку тоже открывай. Кроме этой кнопки, что ты еще поменял вообще за время владения этой тачки? Ну, вот в этом году мы сделали большое ТО, мы когда ее брали, немного потели амортизаторы задние, мы их вот поменяли тоже. Но они же с регулировкой жесткости. с регулировкой жесткости. Сколько? Вот просто накинь. Ну, я тут схитрил, как бы, Поршовская оригинальная запчасть, это тот же Бильштайн Б4, стоит 32 тысячи гривен два амортизатора. С Америки мне обошлись амортизаторы, те же Бильштайн, только без гравировки Порши, вышла в 800 долларов, вместе с доставкой они вышли. Ну, то есть, там, грубо говоря, там 5000 гривен где-то получилось сэкономить. На самом деле, нормально, потому что я тоже так бегло пробежал, и до 500, что-то 550 долларов один амортизатор, и я такой, неплохо, неплохо начинается. Почему-то я не знаю, почему такая разница в тех же амортизаторах в Европе и в Америке, хотя... Налогер из таможка где-то кому-то что-то... И потом еще мы сделали, мы масло в коробке поменяли в этом году, это у нас на пробеге 65 тысяч, мы решили поменять, ну, там по годам, вроде как Порше говорит, что раз там в 10 или 12 лет надо менять масло в коробке, но масло в коробке здесь еще меняется вместе с поддоном. И там фильтр в поддоне стоит. фильтр в поддоне, ну, поддон этот пластиковый, он вышел 7 тысяч гривен поддон, плюс там масло 2000 гривен, ну, 10 тысяч надо было еще в коробке там вместе с работой. Ёшки, Матрюш! Это он специально это сделал? Постанова! Не думаю. Ну, здравствуй, отец. Здравствуй, отец. Мы-то знаем, что ты ее вернешь через час, как бы, чувак, понимаешь? Не так быстро. Но все равно появился, это, конечно, очень красиво. Ну, слушай, вы не охренели, я вам хочу сказать. Все, ну, мне нравится вот так. Где твой квадратный машин? Где зеленая вот эта брычка? Не поменялся. Ключ в ключ. Ты поменялся? Блин, вот это ты молодец. Все так классно. Ты не хочешь поменяться? Ланцерная. Нет, я думаю, надо было ему задать вопрос. Сейчас Саня кое-ночем приедет. Махнетесь, не глядя. И вот дальше. Все знают, что в твоем бампере, чувак, и багажнике столько же, сколько в этой тачке денег. Сел за Порше, начал вот это вот решать, да, закройся, заводи, заводи. Давай, ездить. Саня! Не думайте, творите черт знает что. Ох, Саня! Саня, нет! Саня, стой! Саня, стой! Саня, не надо! Не корми ее песочком! Пожалуйста! Саня, Саня, Это не Джим, не Саня! Прекрати! Чувак! Чувак, у тебя там елку зажрало! Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда, говно собачье, Давайте по звуку сравним. Давай! А ну, подожди, вот сейчас, а ну, идем, 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 идем сюда. Я хотел по техничке, по это, звук, ну ладно, звук, звук, ладно, звук все. Ты еще скажи бардачок смотреть. Мы уже смотрели, чувак там охрененно. погоди, погоди. Немаска просто. Хорошо. Ну, здесь он пи... Старый теск какой-то. Крест на старый теск. Нет. Все? Нет. Что? Загорелся чек? Что? Да, чек говорит, привод не работает, выключить зажигание. Саша, что ты сделал? На оффроуд съездил. А ну еще, это звук, ты можешь разунуть? Это все, там привод не работает, он сломал машину. Что? Вы что? Нет, что? Это отбой, это звук. Здесь уже слышно, туркин, там разговариваются, идем. Вообще, ну и плюс евро нормы, экологичные, задушенный выплат. в 2009 году люди жили побогаче, и менее экономно. А здесь же не турбированные, да? Нет, здесь атмосфера. Атмосфера, чувак. И как звучит? Как звучит? Блин, но он на них выглядит старый. Я же тебе о чем уговорю, чувак, мы когда подъехали, ну мы, во-первых, увидели Родстер Смарт, и мы на него как бы начали смотреть. Он был красный, чувак, и яркий, прямо из-за него. Но когда подошли к этой тачке, она выглядит максимально свежо, и у нее 65 тысяч пробегов. Слушай, для 2009 года. На самом деле, вот неведущего человека поставить, ну если там понятно, вот она, прикинь, что полностью отполирована, потому что здесь оптика чуть сильнее блестит, хотя, ну, как бы вы понимаете, о чем я. Какая из них новая? Ну такое ощущение, что рестайлинг, ну бампер более квадратный чуть стал, все. То есть не скажешь, что у нее разница, какого это года? 2009. 99 или 2009? 2009. Я просто не сильно. Мне кажется, если 59 ее взять, она будет так же выглядеть. Ну, разница получается в более чем 10 лет, то есть 12 лет почти разница. Ну это уже через поколение машины. То есть это уже 992, а это 997. Ну это же то, о чем ты говорил, и любишь, когда есть красивая машина, хорошо созданная, и ее не уродуют, просто технически улучшают, оставляют, как бы сказать, самое вкусное, чуть-чуть. И вот, ну, мне это очень нравится. За сколько ты ее взял? За 45 тысяч. За 45 тысяч. Да, мы уже говорили, что это отличное вложение. Три года назад 45 тысяч, сейчас она стоит 50. Она растет. Мы в студии обсуждали только что, вот эта стоит, это Carrera 4. Она стоит? 130, да? Нет, от 153. 152 700 евро, на секунду, евро, не доллар, то есть это где-то от 165 тысяч долларов от, плюс какие-то там допы уже, то есть в 150 тысяч вы не впишетесь, я хотел сказать, впишете. В 180 тысяч можно вписаться, и это не турбо какое-то, это просто Carrera, ну, просто как бы. турбо, все равно это турбо. Это турбо, но это Carrera 4. И вот такую машину купить, это реально моя мечта, ну, серьезно, 911, это в принципе моя мечта, как мне кажется, любого пацана. Если вы мужик, да даже если и не мужик, кто угодно, и вы не хотите себе 911, то есть есть мужики, кто угодно, че? Дайте сейчас прямо тест ПЦР, потому что скорее всего, у вас уже крайняя стадия, все плохо, нельзя не хотеть 911, ну, серьезно. Но, я вот ехал, чуть-чуть просто думал про себя, я сейчас строю дом, я знаю, ну, сколько денег, в принципе, что стоит, я знаю, что я там в дом вбухал уже много денег, и я понимаю, что новую такую машину покупают люди, у которых там, ну, прибыль, наверное, от 50 тысяч в месяц, в принципе. То есть, имея на руках 200 тысяч, которые ты можешь просто потратить, как я на Лезерман, ну, то есть, для меня купить новый Лезерман, попробовать, это реально, я могу, а потом продать его, или понравился, не понравился. Вот эта машина для тех, кто может так себе позволить машину. И я респектую таким людям, вы заработали деньги, и вы молодцы. Но, я не хочу сказать, что я отказываюсь от своей мечты, я бы себе просто за 200 тысяч, скорее всего, сейчас ее не купил бы. Я бы за 200 тысяч, даже если эмоциональную машину, брал бы другую. Да вы когда в Рэнглер, и заточил бы его для внедорожни. Вот что-то типа такого. Так, о доме услышали, о джипе услышали, о Лезермане услышали. Идем к автомобилю, пожалуйста. Там планчиками перебьют. Хорош. Вот, я не знаю, я не могу выпустить это из рук. Она сейчас закроется, чего-то. я вспомнил, почему я взял это в руки. Но, вот такой вариант, за 45, 50, даже 55 тысяч, там, ну, в зависимости от того, что найдете, в каком состоянии, с пробегом, там, 50-60 тысяч. Вот это прикольно. То есть, эта и тачка, она дорогая все равно. Ну, это как бы, за эти деньги ты можешь себе позволить купить практически что угодно новое, хорошее. И даже с такими ходовыми характеристиками, мне кажется, можно что-то купить. Те же электрички, они, в принципе, едут плюс-минус. Но эмоции, которые эта машина будет дарить, вот за это, в принципе, 50 тысяч можно заплатить, мне кажется. Но, серьезно, вот это меня сейчас реально впечатляет. То есть, это за 200, меня впечатляет, ну, это не 200, пусть там 180, меньше, чем вот это за 50. Я тебе еще больше скажу, она в салоне не скрипит. Ни одного скрипа, вообще ничего. Шум, ветра есть, шум покрышки есть, скрипов нет. Это удивительно. Смотрите, эта машина не битая, мы узнавали специально, перед тем, как взять. У нее там фонарик был разбит, вроде, сзади, но... Перевернутся в пару раз. Она реально, ей 6 тысяч отроду. То есть, она прям новая машина, но я выехал, я прозрел. Я был готов к тому, что вот это будет шуметь, в салоне. И она шумит, но я даже хотел, чтобы она сильнее шумела. Но она скрипучая в салоне. Я не знаю, почему так, но вот сзади что-то скрипит. можно еще заметить, тут уже есть вот эти подкрылки, а тут у нас подкрылок вообще нету, поэтому шум вот этой всей части, и тут просто выезжаешь, и у тебя все камушки, прям слышно, вот как они по крыльям там с обратной стороны. Ну, к этому я покрою, это технические шумы. А почему салон скрипит, мне не совсем понятно. Нужно бы проехаться, посмотреть. На какой дороге ты едешь, ты прям это слышишь. Перед тем, как ты приехал, мы говорили как раз-таки о техничке, и подходили, да, открываем мотор, так сказать, посмотрим, и говорили об обслуживании, о стоимости всяческих запчастей, и, собственно говоря, я хотел еще перейти немножечко к болячкам. Так вот, возвращаемся к тому, что ты сделал полное ТО. Давай с этого момента мы остановились, и как бы продолжим. Сколько оно тебе стало в итоге? ТО поменять масло и фильтра стоит, ну, не знаю, адекватных денег. Это два вот этих фильтра здесь больших стоят, они стоят 2000 гривен за пару, потом фильтр масляный стоит 600 гривен, масло, ну, 2000, ну, то есть, как на обычной машине. Ну, и больше тут, по сути, делать ничего не надо. Вот два года, там, 18-19, мы делали только такое ТО и 20-й. Только в этом году уже решили, там, поменять амортизатор, и то на ходу оно не чувствовалось, что они, там, вели себя как-то плохо, то, что они, там, потели. Ну, уже для своей, там, и для поддержания машины в хорошем состоянии решили уже заменить. Как и масло в коробке, собственно, по ходовым качествам ничего не изменилось, это никак эти деньги, что ты потратил, ты не почувствуешь. дешевле просто поменять масло в коробке, нежели поменять коробку. Я тебе еще хотел вот о чем спросить, просто эта тачка, и особенно турбо-версии, славятся тем, что задирчики приходят тебе в гости, и как бы потом приходит гильзовка, гильзовка, это полная разборка снятия мотора, это бешеный на самом деле деньги. И плюс, очень, ну, по крайней мере, в Украине один-два сервиса тебе какую-то гарантию дают на это, насколько я понимаю. Я бегло пробежался, ты, я безусловно уверен, знаешь немного даже больше об этой штуке. Как ты подходил к выбору мотора, делали эндоскопию, как ты, не знаю, часто меняешь масло, чтобы не словить задиры, потому что я понимаю, что эта штука вот эта вот сзади, это, наверное, самое дорогое, что есть в этом автомобиле. Мы не проверяли ее. Смысли не надо, чувак. Едет, едет. Ну, для подшей вообще жор масла небольшой, это норма. Они даже там, по-моему, стоит баночка масла в чехольчике, должна в новых машинах уже стоять. Не знаю, ее уже вылили. В чехолчике замените, пришло время масло долить. Долить, да. Мне сказали кнопочку назад просто нажимать. Отменно. Да нет, на самом деле, там срок скоро подойдет, ТО вот. Ну, надо все равно масло перед каждой поездкой желательно проверять и доливать, потому что для оппозитного мотора жор масла это нормально, и даже новые, даже турбо-версии могут и плеваться синим дымом, потому что там как-то масло скапливается. Ну, тут же сухой картер. Из-за этого масло постоянно там стоит, и оно может затекать, и небольшой жор будет по-любому. Но то, что не проверяли, это, конечно, меняем, ну, заход мы накатываем там 3000 километров и меняем масло. То есть, можно, ну, короче, раз в год ты меняешь масло, что на самом деле очень правильно. И думаю, после вжаривания ты тоже относишься к этому более-менее адекватно, потому что у многих возникали проблемы с этими тачками, особенно на турбированных версиях, когда ребята понаваливали и не меняли масло. Как ни крути, после серьезных каких-то замесов на трассах, либо если вы устроите себе какой-нибудь race day, вы должны просто заменить масло. Да, эта тачка, она подходит для ежедневного использования, но вы должны понимать, что корни идут от гонок, и как бы в гонках масло имеет очень большой вес. Если вы не замените масло, вы можете очень рано встретиться с задирами. А задиры, как я говорил, это очень дорогостоящий ремонт. И на вторичке к этим моторам нужно подходить очень и очень осторожно и лучше на самом деле найти какой-то уже гильзованный мотор, чем впоследствии с этим просто самому сталкиваться. Еще стоит отметить, что проблема с задирами в основном была у версий до рестайлинговых, до 2008 года. Потом, во-первых, что еще мы не сказали, что добавился прямой впрыск топлива. То есть эта машина, если спокойно ездить, ест всего лишь 11 литров бензина, что... Ну это типа смешанный цикл? Ну да, смешанный цикл. Ну понятно, что если давать по Бориспольской, то это будет 14 литров. Ну вот разогнался, давать, да. Ну я доехал сегодня с расходом, видишь, я не думал про это говорить на самом деле, я думал, что это стыдно в таких кругах говорить про расход, но я замерил его. И я доехал с Борисполя до Вышгорода, с Киевом, со всеми делами, с расходом 7,1. Ну ты взжаривал? 100 км в час по Бориспольке ехал и в потоке просто, то есть максимально в потоке на Порс. Здесь в таком цикле 10 будет литров. Но это девятый год и это атмосферный мотор, который 3,8, то там-то уже 3 литра и турбина, которая позволяет там вообще, ну чуть-чуть поддувает и бензина там не расходует. Ну а ты мне скажи такую вещь, а это твоя единственная машина или нет? Нет. Нет, это просто выходного дня. Ты накидываешь себе вопрос, который я уже накидал. Давай, попробуй. Да, да, просто попробуй следующий вариант. Такую машину жалко просто использовать на каждый день. Ну ее покоцают там на тех же парковках, но не хочется вмешиваться, не хочется красить такие машины. Хочется, чтобы она оставалась вот максимально вот как вот это с салона, да? Чтобы не влазить. А ты мне обклеила? Нет, она не обклеена. Ну потому что мы мало ездим. Там есть уже скольчики. Я бы обклеил. Вот если бы я такую купил за 45, ну она была бы как мне нравится, то есть если бы она не битая, там все дела, я понимал бы, что я надолго могу себе взять, я бы ее сходу вот так на стек отдал бы, они бы мне ее обклеили, и все, 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 все обклеил. Ну тут тоже, все обклеил. И велосипеды обклеивает, и телефон, и... Все обклеить. Ну тут еще вопрос, насколько ты ездишь вот в потоке, вот зачем клеить, если ты там не будешь по трассе там Киев-Львов за кем-то вот так за крузаком, из которого там вот такие булыжники и колеса отлетают. Ну смотри, я тебе объясню зачем. Ты даже сегодня на съемку ехал, и ты сколько километров проехал? Ну вот сверху, с Шалуденко сверху, до низу возвращается. О, и тебе уже могло за кем-то, от кого-то камешек прилететь. Тебе все равно потихонечку макуется машина. У нас машины обклеены полностью, в пленку есть, но эту мы просто... Кто-то опять заехал на какую-то тусу к центру торговому, кто-то дверью открыл. Ну вот мы поэтому не ездим в центр. Мы выезжаем либо вечером, либо покатались и поставили обратно в паркинг. Мы вообще ее не оставляем на улице. Ну выбирай среди всех на самом деле вариантов двигателя, там 3.6, 3.8, битурбо, вот это вот все, атмосфера 3.8, насколько я понимаю, самая адекватная. Да, но полный привод не даст тех ощущений, она будет более стабильная машина. И там многие тоже пишут и на драйв. Мы когда покупали, то смотрели полный, неполный. Тут все-таки другие эмоции вот с заднего привода. И тут от тебя многое зависит. Да, чуть-чуть ее там на старте даже может подзанести или еще что-то. Понятно, что тут такая резина, там 295, она держит кого угодно, прямо ты поедешь, но... О, больше как в джимни, смотри. Ну понимаешь, сколько тут места на самом деле. Ты хочешь, что она ниже, чем пол. И тут смотри, всякие лоточечки. Тут у тебя что? Тут на самом деле, по-моему, навигация могла была быть. Наверное, здесь точно, типа... Там это подкачка для колен. Прикольно на самом деле. Все это компактненько довольно сложено. И есть куда сунуть свои вещи на самом деле. Рюкзак, сумка, думаю, в зал пойти и спокойно ты сюда закинешь. Ну так-то, спорткар на каждый день. В зал сходишь? Да, я в зал хожу, да, и на Порше езжу, да? Зал сходить, да. Ну еще такая, какая-то американская, здесь вот эта ручка, типа если кого-то вдруг закрыли. Я интересно, кто этот размером, какого он должен быть? Можно поместиться? Тут можно поместиться. Оно грязное будет. В таком машине... Раздевайся. В ту можешь залезть. Почему, когда я вижу багажник, я хочу уже в него залезть? Я хочу в нем быть. Я разрешу, хорошо. А еще аккумулятор менять? Чужую нет. Ну, аккумулятор, думаю, с возрастом, это нормально. Подожди. Салон начинается с багажника. Прошу. Блин, он не такой прикольный. Он не такой, на самом деле, интересный какой-то. Вообще не интересный багажник. Тот реально поинтересный, тут платочков побольше, чувак. А почему? Посмотрите, какой этот интересный, отформовочки, ручечки, а то вообще ничего не... Ты не вылезешь, если залезешь? Да, а если тебя украли? Чувак, скучно, смотри, что не сделаешь? Саня, там платочки, а тут авоська. Разувайся. Авоську? Только разуйся. А че, я не полезу, там ручка есть, а здесь нет. Ты не проведешь, нет, мужики. Мне кажется, где какие-то элементы, где хоть что-то, да, в этой тачке? Вот серьезно, кто знает где? Ну, где это все не надо? Ну, как это у тебя пробило колесо? Есть кнопочка SOS, позвонить в Porsche Center, и они приедут с тобой. А типа, я без ручки не вмию. Я скажу, что тот багажник. Паяк. Ну, интереснее. Намного интереснее. разного. Знаешь, что мне понравилось? Что? У нас сзади есть место для ног. Ты говорил, вообще нет? Ну, даже за мной. Мы втроем ехали на Porsche. А где подлаз, так, встоклонники? Дядя Томас. Вот это Томас. Ну, как-то, почему меня? Тормоз. Сань, тормоз, это большая педаль. Ключ не найден. Паника на борту начинается. Что ты мне здесь, что ты мне дал? Тормоз. Давай. Ну, когда она дырчит, хорошо. Когда завелась, совсем по-другому. Слушай, крыша нет. Сразу нет. Ну, это комплектация, мы должны понимать. Этот подстаканник? Нет. А почему он удобный? Мне он понравился, быстрее, как он хорошо держит, он под рукой у тебя. Там прям это выглядит вау. Я знаю, тут есть вот такой вот. Ну, да, но не так. Не то. Слушай, ну, вообще, не те эмоции. Объясню, здесь ничего такого нет. Не, ну, как тебе объяснить? Давай я к тебе залезу, и вот с тобой поговорю насчет этого. давай поговорим. Выглядит все, как у всех сейчас, вот, у всех современных автомобилей. Смотри, у нас цифровые приборы, тут какой-то экранчик показывает, маленькая переключалка передач, которая не имеет никакой связи с автоматом. Упорщики. Чувак, вот это, это в Peugeot 2008, такие же кнопочки у меня были. Вот такие же. Я сегодня хотел просто сториз снять, когда в нее сел. Да. И понял, что если я сейчас сниму, никто не поймет в каком я. Тебе в комментариях напишут днище, что ты зажрался, если ты снимешь сториз. Не, просто как понять, что я в 911? Если вот этого уже нет. Но есть заряженные же версии, у которых аналоговые приборы. Мы же с тобой видели, по 400 тысяч, правда, они стоят, но вот аналоговые. Знаете, что я вам скажу? Просто вот сейчас скажу, может быть, даже вы меня поддержите. Давай. Во-первых, по салону, мне эта тачка очень нравится. Но если выбирать, вот как Саня говорит, по бюджету, я бы рассматривал Taycan. Вот Taycan, блин, он же тоже стоит, сколько? Он дешевле. Ну, сколько? Ну, наш стоил 90 тысяч евро. Ну, 90 тысяч евро. Вот мне Taycan внутри больше нравился. И по звуку больше нравился. Он более скучный, но он более взвешенная покупка, на самом деле, если тратить много денег. Я просто смотрю с той точки зрения, сколько ты тратишь и сколько ты получаешь, и какие эмоции ты получаешь. Тут плюс-минус сохранилась вот эта преемственность поколений и очень похожая торпеда, на самом деле, на то, что мы видим в более старом автомобиле. Но, честно говоря, меня почему-то все эти экранчики и сенсорное управление совершенно не цепляют. Мне нравятся вот эти вот аналоговые кнопочки, нравится то, что вот приборы аналоговые, то, что там... Я тебя в этом поддерживаю, чувак. Вот, поддерживаю, спасибо. Реально, там прям вот... Тут дорого-богато, вообще никаких претензий, стильно нарисовано, но мне вот душа лежит именно больше к той. Камера здесь все так же хорошо стоит, как и там, и так же она на ходу, если чуть-чуть подгазануть, улетит. Но здесь сиденья держат тебя... Блин, может я, конечно, не понимаю, что-то... Но я здесь сел и сразу понял, что она здесь меня держит прямо. А там боковая поддержка не такая, хотя выглядит она... Ты говоришь, сюда или сюда? Сюда. А ты непонятно куда. Все, хавай эту камеру. В смысле? Пришел батя, так что будем на нормальную камеру снимать. Здесь боковая поддержка... Я вот так буду снимать. ...более ярко выражена. Салон, мне на самом деле нравится, он не выглядит устаревшим. То есть он классический, и он не выглядит устаревшим. Более того, он и не будет выглядеть устаревшим. Нет, есть некоторые моменты, конечно, которые чуть-чуть того этого. Ну, к примеру, вот эти окошки вот здесь, они устарели, да. Но в целом... Но при этом там очень красивая экрана, на самом деле, там никаких пикселей, тебе не режь глаза. И прикол именно 997-го, то, что 996-й, который по факту тоже самая машина, только глубокий рестайлинг, у него была торпеда очень похожа на Каен. Да и вот это вот выпуклое, и оно очень быстро устарело. Тут же они сделали больше отсылку к старым, тем Порше. И вот мы только что пересели с новой тачки в эту, и понимаем, что очень похоже на самом деле. Торпеды, вот расположение всех элементов очень на самом деле похож. Понятное дело, вот это вот. Некоторых смущает. Тут по Bluetooth музыку условно не послушаешь, надо менять как-то это голову, что-то делать. Ну, не знаю, что-то есть в этих вот всех кнопочках. Ну, это я поменял бы, и я, конечно, не такого мнения, как владелец этой машины. Я бы ездил на ней постоянно. Ну, я вообще такой человек, я езжу на том, что нравится, а не на том, что логично. То есть для него логично иметь эту машину. Торпеды или четвертую машину. Вот. И, ну, опять же, может, я не знаю, какие у него другие машины. У этого дизельной, Cherokee есть основная машина у него, и остальное в семье, там еще три машины. Ну, вот, я все-таки на джиме езжу как на основной. Она тоже не приспособлена, грубо говоря, для каждого дня на использование, но она мне нравится. Если бы я купил себе такую машину, да, у меня, скорее всего, была бы какая-то жоповозка. Ну, вот, как пример приведу, у меня в семье есть Игнис, но я никогда, даже когда он целый день стоит, не выезжая на нем. Хотя он более комфортный для городской езды, чем джиме. Просто мне на нем не нравится ездить. Вот то же самое, будь у меня жоповозка чисто для семьи, куда-то поехать, она бы была на крайний случай, но ездил бы я вот на этом. И даже, когда речь зашла бы поехать в Европу, я вообще бы не думал, потому что я понимаю, я доехал бы до какого-то автобана без ограничений в Германии, а в ограничении 290 вроде бы. И я ехал бы, я просто ночное время выбрал бы, и я бы получал кайф, чувак, я бы договорился за треки какие-то. Я приехал бы, просто денег занес бы. Именно поэтому я говорю, я бы ее обклеил полностью, потому что я ее использовал бы. А ты, кстати, хорошо там рассуждали, говорили, что ее надо правильно выбирать. И здесь же как нельзя, кстати, можно вспомнить про CarFinder, потому что эти ребята, поверьте, нет машины, особенно в таком бюджете, в которой они бы не разобрались. То есть они вам точно найдут вариант, за который не то, что не стыдно, за который не страшно, и он будет вас радовать. Это очень важно, когда вы готовы потратить уже 40, 50 и больше тысяч долларов. За 10-15 летнюю машину, когда нужно серьезно подходить. Тем более такую, которую могли угашивать, а потом просто быстренько дитейлингом и какой-то полировочкой привести в чувство, чтобы она там уехать с вами смогла, а дальше хрен знает, что произойдет. Здесь, если вам захочется, 100% надо экспертов звать, и это реклама, друзья. Но это лучшая реклама, которая может быть и в этих видео, потому что CarFinder, это тупо лучший в своем деле ребятам, мы с ним очень давно работаем. Хотел еще добавить, касательно того, что действительно, по химчистить и продать очень легко можно это все сделать, потому что здесь материалы ходят хорошо. И выкупить то, что машина плохо обслуживалась, либо еще как-то к ней относились непотребственно, по салону очень тяжело, исключая кнопочки, с которых облазит наповеление, софт-тач. Все. Так, кожа дорогая, качественная, никаких скрипов, тресков, ничего. Вот реально, я проехал в тачке, которая 2009 года, мы ехали втроем, я ничего этого не слышал. Звукоизоляция такая себе, но это все-таки спортивный автомобиль, как ни крути. У меня есть еще одна фишка. Я вспомнил. И просто вот на этом дизайне, не знаю, я по крайней мере вырос, потому что я тысячи раз видел эту задницу, играя в Need for Speed. Да! И он же сам открывается на скорости там 50-60 миль в час, по-моему. Он больше 100 километров, а если стартовать резко с места, он... А, ну сделай так. Сделай так, можешь сделать так? Я пытался, когда я ехал здесь за пикой, сколько я ехал, в два раза больше, чем 100 километров в час я ехал, но я пытался рассмотреть, вылазит что-то или нет здесь и не рассмотрел. А ты еще знаешь, что ты на двигатель там не посмотришь? Почему? Ну ты откроешь, и там нету. Двигателя? Да. Нету двигателя, как и слово нету, ничего там нету. Вот открой. А! Я мог так же сделать, если бы я... Ты знаешь, смотри, у тебя тут майнеры сидят с вентиляторами. Интересный двигатель. И майнер. Сыть, здесь надо написать 90. 56 мега хэш. Все. А как открыть? А никак, все, ну на сервис. Ну ты ж типа, да. Но тут двигателя тоже нет. А где двигатель? А нет, чувак, ты туда ручу можешь засунуть, там радиатор. Она закроется? То руку отрежет. Жди еще. Не надо, когда это взголовь. Ну там тоже не видно. Там радиаторы только видно. И все. Вот как-то так, чувак, да? Пожалуйста, только не топи. Хорошо, давай нормально. Слышишь? А ты боишься летать? Да, я боюсь. Ну сейчас уже не так сильно боюсь, что-то произошло. Ездить боюсь. Боишься? очень боюсь. Давай, давай, ты едь. Я знаю, что она выстрелит. Ну 100 километров, конечно. Ну так, спокойно и доедемся. Друё! Да я сейчас попросил! Ну что ты за человек? Чувак! Да ну не! Да не гоню, ну блин! Ну зачем ты это делаешь? Ты этого специально это делаешь? Блин, это мы сейчас на дорогу еще выйдем. Чувак, не дай бог. Я тебе прошу, не надо! Да мы еще не выехали! Ну серьезно! Я сейчас просто сейчас кулаком по лицу ударил, блин. Чувак! Да ну дай, дай я выйду. Дай, дай. перед нами машина. Четит не так быстро. Ладно, ладно, расслабься. Мы, кстати, ни разу не нарушили. Если что, мы сейчас ни разу не нарушили. Нарушили мою нервную систему, понимаешь, пожалуйста. Пожалуйста. Воу! Как она быстро разгоняется! Вот это вообще офигенно! Просто вот это звук! Блин, я прям кайфую от них. Страшно? И хочется! Все, все, перестань дергаться. Мфя! Ага! Я так понимаю, что на ней можно спокойно ездить. Да, по городу даже. Мы едем спокойно, она на седьмую передачу переключила, мы себе едем тысяча. Тысяча двести, тысяча двести оборотов. И все. Ну вот, на ней вот мягко. Можно нажать кнопочку жесткой подвески, сейчас нас надо будет трясти чуть-чуть. Чуть-чуть вот начинает оно чувствоваться. То есть подвеска... Да, я почувствовал, что она чуть-чуть жестче, как шарик начала. Как шарик прыгает. А вот мы выключаем и все. Это там обычная гражданская машина, которая... Просто на низком профиле. 35-й профиль, даже нельзя так сказать, что прям оно толпасит. Да, вполне нормально. Сколько, кстати, стоят колеса сюда? Потому что это страшно. Вот размерность 30, там некоторые составят трехсотки на 30, там 290 куда-то на 30. Сколько одна такая покрышка стоит? Ну, где-то четыре тысячи гривен задняя, каждая сторона. то есть на самом деле не так уж и много. Да, ну там мы от производителя, понятно, можно и Michelin за шесть купить, там, какой-то пилот спорный. Ну, все зависит от того, зачем. Там, мы купили, вообще, мне повезло, я там, выхватил двухлетние задние колеса за две тысячи гривен штука. То вообще, типа, ну, как на Реноу условно. Ну, получается, там, у нас задние, передние разные, потому что передняя, она как новая, грубо говоря, задняя, там, из-за развала чуть она ушла, там, съела внутреннюю часть, поэтому надо было новую, новую пускай. Но так, типа, по городу двигаться вполне нормально. Понятное дело, что ты переживаешь, когда какой-то, не знаю, неосведомленный человек, находящийся за рулем сделает что-то глупо, откроет свою дверь в твою дверь, со мной уже случилось так семь раз в одну водительскую дверь. Паскуды, блин. Понимаешь, приходится, ну, придется, скорее всего, перекрашивать, либо еще что-то. То тут, я думаю, ты в 30 раз больше переживаешь, когда где-то ее оставляешь, а потом ты ее не оставляешь. Слушай, я смотрю в зеркала, и я об этом читал, да теперь я понимаю, о чем говорят. Тут смотрят в зеркала не чтобы посмотреть, кто там сзади, а чтобы увидеть эту... Полюбоваться машиной. Жопу увидеть эту, просто посмотрите, какая задница. И, насколько я понимаю, в турбовой версии эти задние арки, задние крылья еще больше. Да, да, немного, брат. Но даже так, ты просто смотришь на эти очертания, и, господи, какие женщины, какие мужчины, посмотрите просто на это. Саня так сказал, ничего особенного. На самом деле, я скажу, что этот салон, конечно, ощущается более современным. Тот, как я сказал, не ощущается устаревшим. Он классический, как и вся эта машина классическая, даже вот современная, она все равно как современная классика. Но это и хорошо, потому что эта через 20 лет тоже не устареет. Как и та, через еще 10 лет будет выглядеть настолько же привлекательно, как и сейчас. Но если вы, конечно же, спешите успеть за всеми технологиями, за экранчиками, за экранчиками спереди, здесь, здесь, за всем про всем, то, конечно, вам сюда. Но, опять же, сколько она стоит, сколько та, я понимаю, что вот та, это позволительно, в принципе, для меня. Ну, я бы мог себе позволить, там, продав кучу всего, купить ту машину, и я ее хочу. Вот эту вот нет, но, несмотря на это, я понимаю, что вот эта намного более современная, технологичная, возможно, даже более безопасная. Честно говоря, не знаю, я вообще в 911-х про фан полный, но мне очень нравится. Что здесь, что там, просто я понимаю, что то мне ближе. Вот технология, о которых я говорю, CarPlay по беспроводу, друзья, я только подключился, и мне просто сразу прилетело предложение, давайте по CarPlay поработаем. Я говорю, конечно, давайте. Все, ты работаешь, вот iPhone у меня, вот он лежит, то есть он не подключен никуда. Вот CarPlay, охренеть. Чем больше я нахожусь в этом салоне и смотрю на все это убранство, тем больше, знаете, оно мне нравится. Мне нравятся эти кнопочки, мне нравится, что много здесь аналоговых вещей, потому что там, когда я сел, я себя почувствовал просто в современном очередном автомобиле. Если вот закрыть надпись Porsche, я бы не понял, в каком автомобиле я нахожусь, ну, за исключением еще убрать часики, которые здесь на центральной консоли есть. Если все это убрали, я бы действительно думал, что я в очередном Peugeot, Citroёn, упаси господи, Renault, потому что они все такие делают. Экранчик здесь, экранчик там, тут маленькая кнопочка, все. И больше не на что смотреть. Тут же каждый элемент хочется изучать. И тут, насколько я понимаю, нет этих заимствований, как условно на этом, на Каене, там, где ты можешь найти кнопку от Туарега. Тут кнопок от Туарега, благо нет. Понятное дело, я смотрел все по фотографиям, но смотря на предыдущие, на старые олдскульные с воздушным охлаждением 911, торпеда, ну, прям очень похожа. И вот такой олдовый стиль, но он осовременен по правильному, что ли. Прям нравится. Коль мы едем с тобой и смотрим на прелестные новые поколения по нашим прелестным киевским дорогам. Как тебе вообще нового поколения? Засматривался ли ты на него? Думал ли ты о нем? Мечтал ли? Понятное дело, мечтал. Она красивая, но вот ощущение внутри машины, ты попадаешь в новые ваги. Ну, я не знаю, как это передать, у нас просто было у отца Audi A6 Allroad с 17-го года, мы ее недавно продали. Угу. И, ну, вот, ты в этот вот Porsche садишься и ощущаешь ту же Audi или тот же, я не знаю, Porsche, там, обычный, Panamera, либо, не знаю, что, ну, может, даже какой-то Туарег ощущаешь. Да, 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 новый Туарег, ну, может, там, в Туареге уже кнопок меньше, тут чуть больше кнопок есть, но машина более, там, для человека, который, у которого есть, там, Audi, он думает, мм, мне нравится ваг, но хочу, там, какую-то спортивную, он садится в этот Porsche и он видит, вот, все то же самое, что он видит в своей Audi и он, для него это нормально, он знает, что, куда нажимать и ему нравится, что сидушки уже не так держат, как бы, как в этой машине, то есть они более уже в комфорт и для потребителя, вот, ну, с кузиком, в такие сидушки, я представляю себе, как в этот самый, в сунуть себя. Да, поэтому, ну, она по-своему классная, это уже все равно технологии, понятно, идут вперед, и, ну, она по-своему классная, но, по ощущениям, и вот даже вот по тому же рулю, это вот, ну, вы проедете, попробуете, поймете, я прошу, говорю, потому что, ну, вот, руль, и как ты чувствуешь, что колесо там теряет сцепление, там, когда ты заезжаешь, уже тут четко чувствуется, что когда ты перетормаживаешь, у тебя морда съезжает, когда ты сильно газуешь, у тебя задние колеса тянут вперед, и в повороте, ну, тебя может утянуть, там, бордюр, или еще куда-то, потому что, ну, задние колеса, вся мощность, а передок разгруженный. Немного даже приседают. Да-да-да, и так и получается, на полноприводном такого не будет, потому что там все равно есть полуося, там есть какой-то, не знаю, там, муфта, да, оно же там перераспределяет, там более сбалансировано. Встретились, блин, два Поршевода, одна зеленая. Внимание, поехали! Матерь господи, просто ядрелый мать, ну, он зацепился просто, он зацепился мордочкой. Мы буксанули прям очень жестко, ну, слушай, в идеальных условиях, мне кажется, что они поедут одинаково. Да, надо будет, сейчас попробуем еще. Я, наверное, никогда в жизни не испытывал такого ощущения, даже когда ездил на электрическом Ягуаре среди Киевского потока, он стоил тоже там 100 тысяч долларов, около того, дорогая тачка. Но в данной машине я чувствую себя вообще незащищенным, я боюсь каждого вот сидящего там, 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 потому что у нас водители ездят просто не пойми как. И им-то не жалко, условно, вот на эту брычку, мы, кажется, вот за тем забором валяются запчасти. Спокойно мы найдем на эту фиесточку. На 911, даже если мы найдем запчасти, то это все равно ты будешь понимать, что эту кроху кто-то трогал, с ней что-то произошло, и тебе в душе будет больно, поэтому я понимаю тебя, почему не каждый день на ней ездишь. Вот я, вот, боялся каждого, серьезно, у меня скукожено, сейчас все, что может скукожиться. Потому, может, я так отношусь к автомобилю неправильно, и некоторые относятся, типа, как к средству передвижения, это просто вот хорошее, быстрое средство передвижения. Ну, не знаю, у меня эта тачка вызывает какие-то эмоции. Эмоции, что вот мне хочется за ней смотреть, мне хочется ее гладить, мне хочется ее, не знаю, отхимчистить, там помыть еще, отполировать, поставить и на нее смотреть. В езде, вот, когда разгоняешься, нам не дико нравится, но в потоке городском, в пробке, мне просто страшно. Чего мы пришли к этой машине? У нас был мини-купер С в кузове R56, тоже 2010 года, и мы его как раз продали в 2018 году, тоже с промегу у нас там был у десятилетней, грубо говоря, восьмилетней машины 50 тысяч километров, это вот этот 1.6 мотор, трубовый Peugeot, и получается, мы думали оставлять вообще этот мини-купер, потому что у него было мало пробега, но он начал выносить мозги, во-первых, у нас, как мы вообще познакомились с сервисом вот этого Димы, Филина, которого мы обслуживаем, у нас была проблема мини-купера, из-за которой он на Баварии простоял 3 месяца, они пытались найти проблему, не нашли проблему, только взяли с нас 300 гривен за зарядку аккумулятора, и мы забрали оттуда машину на эвакуаторе. Отлично, это у меня, извини, что я просто вклинюсь, у меня некоторые проблемы там с кондиционером, там с плавающими оборотами рандомно появляются, я заехал на официальный дилер Рено, они сказали отличная машина, мы даже готовы у вас ее выкупить, у вас нет ошибок, заехал к своим ребятам и быстро нашли тот датчик, который марсил. Но взяли, понятное дело за диагностику, пустой лист диагностики, 700 штуки, и вот у нас был вопрос оставлять этот мини-купер и дальше как бы в него вкладывать деньги, потому что мы, там была проблема в ТНВД, в бензиновом, которая там стоила что 800 евро, и там только оригинал, ничего другого, там заменителей даже нету, по-моему, на эти моторы. И вот как раз там должно было подходить время замены еще цепи мотора, там как раз на 60 тысячах рекомендуют цепь менять, потому что может перескочить и там потом тоже задерем. Добрый вечер, новый мотор. Да, и мы решили продать эту машину, понятно, мы ее продали очень дешево, потому что такой рынок как раз начали в то время возить эту Америку, уже больше на рынке машин, все они ушатыши, у нас там не бита вообще, не кражена, с пробегом 50 тысяч, но все равно она там ушла за 13 тысяч, по-моему, всем плевать, потому что я бачил дешевше, с меньшим пробегом, и там хороша из Америки, а вот вы тут ездили, вы погано. И мы начали искать какую-то машину, хотели тоже спортивную, чтобы она была, там тоже бюджет был все равно до 5 тысяч. Решили 919 тысяч? Да, выделили, решили, что бюджет 50 тысяч, поставим планку, и смотрели, какие-то машины, которые там и всем понравятся, всей семьи, как бы, они все смогут на ней ездить, получать какое-то удовольствие, там смотрели даже на Ford Focus RS, он тогда в салоне как раз там стоял и стоил тоже 45 тысяч долларов, но сейчас я смотрю, эти форты стоят по 20, то блин, такое, и в общем, мы после этого так немножко начали искать другие варианты, и эта машина, она по-моему, даже дороже стоила, чем 45, мы там, и я как даже юный автоподборщик, начал. Хорошо, да? Ну, нет, я там сразу понял, там били диски тормозные, там прямо ощущалось, но даже на маленькой скорости уже вибрация в руль. Да, перегреваем, потому что все равно уметь тоже ездить надо, всем кажется, она останавливается очень классно, но надо уметь тормозить и, кроме того, не давать там сразу останавливаться после того, как ты резко потормаживался. и плюс я обнаружил эту течь амортизаторов, мы загоняли тоже на сервис, но до эндоскопа мы не дошли, потому что цена была хорошая, наверное, цена была, да, как бы хорошая и ну, мы понимали, что нам уже нравится точно эта машина, мы уже там ее до этого ездили смотреть, там она в салоне продавалась, в центре, просто люди на комиссию как бы отдали, чтобы продавали там знакомым и мы уже там два или три раза даже ездили смотреть на нее, но чисто понять надо нам или не надо и все понравилось и ну, машину подняли, там все пластиковые защитки, все есть, никаких течей нету, мотор тоже, она зимой, до этого тоже не ездила, она хранилась там в паркинге, но полностью видно по состоянию машины поднищешь, она в идеальном состоянии, и уже как-то найти, я тоже читал, тоже волновались, думали, но решили рискнуть и пока все, в принципе, все решаем, а мы выехали на окружную, где скоростной лимит, все-таки немного по открытии мы можем немножечко вдавить, ну, как она несется, как она шпалит, и шпалит, и шпалит, и шпалит, ух, тормозов у тебя какие, 4-машневые, или какие, 6-машневые, 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 блин, мы не остановимся, но это, это офигенное ощущение, понимаете, когда мы, например, шарашили на 5-литровом компрессоре РДЖ, там ощущение бешеное из-за того, что ты разгоняешь трехтонный сарай, ты чувствуешь этот вес, ты чувствуешь мощь, разгон дикий, но ты несешься на чем-то таком тяжелом, просто на танке каком-то, тут такое впечатление, что ты голый босс, и на трассе просто, и тебя пух, вперед, то есть, не веса никакого, по крайней мере, на месте пассажира, ничего, я не чувствую, я чувствую, дикое ускорение, и если вы этого не ощущали ни разу, блин, найдите кого-нибудь, кто вас хотя бы просто прокатит на этой тачке, это охрененное впечатление, ну что, сделаем небольшой драг, на старт, внимание, гоу, ну, пока что, как стоячего, я бы сказал, но, наверное, потому что я все-таки лучше цепляюсь за дорогу, потому что у меня полный привод, циферка 4, название означает, что здесь полный привод, а у него все-таки задний. Что ты скажешь в свое оправдание? Ну, можно получше еще стартануть. Ты думаешь, тебе поможет? Да, да, можно, надо приловчиться, плюс еще все равно, камушки вон есть на колесах, они не так цепляют сзади. Ну, тут задний привод, стартануть надо еще уметь. Сейчас будет момент, когда я почувствую разницу, если я ее почувствую. Блин, здесь же не здесь. А ты знаешь, откуда это? Конечно, сгонок Лиман. Короче, все знают, не у кого спросить. Ну, ощущения такие же, когда заводишь. Ну, что ж, слушай, ну, она у тебя не так резва. Вот она потом подрывает, но вначале... Четырех тысяч она не едет, это же атмосфера. Да, вначале прям сильно. Надо, надо речь, сейчас выведешь с поворота, просто нажмешь, она на первую скинет. Просто резко нажмешь газ в пол. Ну, есть такое ощущение, что ее надо чуть-чуть контролировать. Да, да, потому что на той вообще такого нет. Она норовится выскочить, ну, убежать куда-то в другую сторону. Есть, есть такое. Дело в том, что там полный привод, и там ты прям чувствуешь, что ты, как резинка к дороге прилип, а здесь ну и нет вот этого толчка, там ты прям чувствуешь. Здесь она потом разгоняется прям в порядке. То есть, здесь прям чувствуется скорость, но не снизу. А там ты как на электричке едешь, ты только дотронулся педальки, и тебе просто такой толчок, бух, и ты улетаешь вперед. Теперь я понимаю, что в принципе на скорости, если проехать, наверное, больше, чем 400 метров, это может, ну, не то, что догнать, а может, наверное, и перегнать. Ну и руль, я прям чувствую, что работать здесь надо. Там электроусилитель, я вот так вот пальчиком ехал, крутил, а здесь, чтобы развернуться, ты должен, ну, блин, в зал ходить. В общем-то, я тебе скажу так, конечно, разница колоссальная, ну, в плане, там полный привод, там турбина, это ощущается. И в низах, конечно, та машина со старта подрывает лучше. Но, если бы я сегодня не взял ее просто ради прикола надеть, ну, конечно, съев сюда, я бы просто орал бы. Она очень классная, она эмоциональная, но я понимаю, что она сложнее, как машина, потому что тебе надо уметь ее водить. И я бы сходу, вот на то и сел, и в принципе, после Taycan, после других таких плюс-минус тачек, ты сел и начинаешь там творить всякую грязь. Да, да как дорогой ВАГ просто. ты ее считаешь, как в Audi, как в других, дорогой сегмент ВАГа. Она вот на салоне даже передается, вот все ощущения, как там, вот мне Audi почему-то, вот новая с этими тоже сенсорными кнопочками, вот это все, она передается, это ощущение. А здесь же, вот я тебе так скажу, сейчас идеальные погодные условия, чтобы кататься, а вот вы просто представьте, что идет дождик, и в такой поворот я бы заходил очень медленно. Если много какого-то гравия, песочка, ну, реально, ее надо ловить, правильно? да, ну, в дождь, да, тут очень надо спокойно, никаких режимов и колеса такие, если словишь еще аквапланирование, все знают же, как Вилстаком разложил свой Порш, как раз у него в этом же кузове, хотя у него полный привод был, но эта машина, ну, надо уметь ей пользоваться, особенно в мокрую погоду. Хотя Порши же сами сделали эти все дождевые режимы, чтобы люди не раскладывали их через один. Небольшой камин-аут, камин-аут, не знаю, как правильно, смотри, это ключ от Renault Megane, у меня вот этот вот поводок еще со времен с марта есть, это оригинальный Поршевский поводок, а еще, а еще у меня есть кусочек кожи, вот здесь же есть с гравировкой, потому что у меня есть кусочек кожи из салона Порше, который тоже дали на презентации, и теперь, наконец-то, я в первый раз в жизни сажусь за руль 911, так, я что крутить? Чедрена, мать, какая она злюка, у тебя ни камер кругового обзора, никаких датчиков слепых зон, ничего нет, отлично, просто, чисто, охрененно, охрененно, так, как же стрёмно, бляха-муха, Сашка, правда, сказала, что она такая злая? Ну да, ну почувствуешь. Ну у нее, типа, есть только спорт, или вообще никаких режимов, кроме подвески? Только подвеска. Только подвеска. Потому что там у Сашки режимов спорт, ох, она только шепнула мне под сраку, я понял, что это? это с первой на вторую, она такая вот. Это у меня сейчас такие камбэки, камбэки в прошлое, когда на смарте там робот, так же, просто всегда переключил передачу. Насколько можно продавливать? Я водитель, я где-то, но спокойный максимально. Насколько здесь можно продавить? Ну, смотря на сколько продавишь, настолько она скинет передачу ПДК. Ну, я хочу сначала понять, как это потихонечку. Лучше мне страшно. Я гонки люблю, но виртуальные. Знаете, там, где разбился, рестарт, нормально, хорошо. Не, я, конечно, дошел до того уровня, когда тут еще система стабилизации, все дела, но бляха-муха едет. Это еще можно. Вот здесь можно, Это еще не, это не фу. У меня страшно, нет, 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 я чувствую, как шапка вильнула, немного ядреного. 50 тысяч долларов у меня в голове уже, просто. А до есть, да, не в жизни, да, не нажмута, а нахрена такими, эти нервы нужны, хорошо. Так, то тоже, думаю, можно нажать, ты говоришь не в полу да прям да прям в полную можно сжать она включит первую передачу поэтому не придавший разогнался до 80 так быстро до 80 мне мозги до сих пор где-то вот в этой как это потайл и затылок вот вспомнил как это со скоростью это так же где-то дает участвовать но чуть-чуть нет вот такого прям кивка но она прям прет но она бы еще переключила на первую можно если речь и нажать она может даже на первую там с 50 включит первым спустились он учился одетом поворот не буду рисковать ну слушай впечатление просто непередаваемые на самом деле тебе страшно тебе весело и такое впечатление что вот когда вам батя в первый раз дал тачку и вот боишься всего но все эти эмоции тебе в новинку и ты прям тащишься от каждой от эмоций где-то тут разворачиваться ты прям тащишься от каждой этой эмоции и основа это испытываем у меня права уже есть хрен знает сколько лет я их получил в 17 по моему а сейчас мне 27 10 год назад ромка получил права но ощущение которое сейчас получаю за рулем просто хрен не страшно я боюсь пережать газ я боюсь пережать тормоз я боюсь всего я боюсь трафика выезжающего боюсь машин но мне так нравится так нравится и это понимание что здесь задний привод минимум количество всяких помощников ты сам выбираешь куда тебе ехать то что гидроусилителя не электроусилитель ты просто топаешь матерь боже спасибо тебе ты просто мой герой и распечатать его фотографию повешиваю себя над кроватью рядом с порше и это очень хорошо 5 чувак нахе по встречке такой ощущение охренел понимаете сколько вам не говорили о том что-то порше это для понтов контроливали я не знаю по моему я не драйвер потому что у меня особого опыта в гонках быстрых тайках нет но мне просто нравится находиться за рулем это автомобиля я хочу становиться лучше потому что сейчас я понимаю я сел за руль этого я понимаю что этот автомобиль может намного больше чем я могу и мне хочется учиться мне хочется становиться лучше чтобы делать просто вот так охренеть ты стал заниматься автоспортом до покупки автомобиля или после я просто после сашка давай я просто я хочу мама я хочу отдайте мне на картинг я хочу научиться ездить я не знаю как тебя благодарить серьезно это это непередаваемое ощущение это просто реально детское счастье тебе даже медленно нравится на нем ехать потому что медленно ты едешь ты спокойно на нем едешь тебе не доставляет никакого дискомфорта тормоза адекватно я думаю керамика тормозила намного хуже больше их надо прогревать я далек но я плюс-минус понимаю чё как тут же тормоза адекватные разгон вот я медленно нажимаю как на обычный автомобиль я просто еду ямки есть неровности есть у меня позвоночник их не хочешь попроситься выйти как бы и почки тоже на месте все окей но как только я хочу понаваливать включая например тот же спорт режим она вообще я думаю прилипает к трассе нам более просто охренительные впечатления ты же выбрал эту машину потому что ты умеешь водить только не умеющий человек не взял бы этот автомобиль заднеприводный с такой мощный чем ты занимаешься занимаюсь кольцевыми гонками на чайке то есть все цивилизованно а ладно по киеву гоняешь ночью что ты рассказать по бориспольской трассе но ты мне говорил что ты еще и чемпион до чемпион в классе у 1600 на калине там класс калины восьмерки там то есть на моторах 16 и в девятнадцатом году да я стал чемпионом это из какого возраста занимаешься этим ой мы вообще история мы занимаемся там с 12 лет мы на баги ездили в соревнованиях там с папой именно таком 3 кросс это на время по оффроуду ездили а вот с 18 года мы перешли уже более асфальтную тему то есть это именно семейное такое что вы всей семьей болеете за автомобили договорил что у тебя 5 автомобилей давай сразу накинем все которые есть это получится porsche потом джип гранд чироки мини купер чироки что в магазин поедет пошел трехлитровый дизель магазин потом мини купер с на стоит же маме купили купер с на стейдж и еще фиеста и калина это для кольца в общем-то проехавшись на одной и на второй я понимаю что тут наверное каждый день использовать намного сложнее она как бы с одной стороны веселее потому что не такая предсказуемая и для кого-то это явно плюс вот это прямо городская тачка ну без прикола то есть ты сел когда хочешь понаваливать если знаешь где это можно делать поехал наваливаешь а так в городе она себя ощущает но а чего еще ожидать от полноприводной машины со всеми ассистентами с электрическим усилителем руля с беспроводным карплеем между прочим я первый раз беспроводной карплей нашел в машине в любой здесь разогнаешься тебе насрать на этот беспроводной у тебя беспроводной карплей под тобой происходит когда ты просто вот так вот лупишь поэтому чувак вот эта тачка на каждый день она тебя будет подначивать и будет тебя заставлять двигаться чтоб ты не зарастал жирком а это хрень тебя разбалует и ты будешь жирный и некрасивый если вот выбирать новую или старую за 50 тысяч долларов условно а эту за 200 что же выбрать 200 или 50 не мне она нравится больше и внешне я не говорю что она красивее но по крайней мере здесь классические формы сохранились и это еще не приелась на эту больше обращают внимание здесь красивый цвет я его изначально не так заценил ее собирал просто в темноте серый но серьезно вообще не в какую вот у тебя фотка который ты скинул была очень красивая потому что там а дополнительно все обыгрывала машину ну серый цвет максимально скучный я бы если пошел в таком цвете от оторвал себе хорошую я бы сразу в пленку какую-то заклеил вы красиво вот этот человек который покупает тачку и пленку и затягивать вот эти серые зелененькую захотел здесь у вас технологии здесь такие фирменные четыре точечки вот то никто не уступит на дороге понимаешь а эту я еду и передо мной океан рассасывается я впервые затестил беспроводной карплей понимаю что такое еще где то есть но вот у меня эта машина и вызывала одни позитивные эмоции и понятно стоит она дохрена дорого я себе позволить не могу но я всегда говорю лучше мечтать о многом и получить хотя бы половину чем мечтать о малом и получить мало обе птачки хороши на самом деле то есть это просто два разных поколения причем это даже через два поколения но при этом меня радует еще раз повторюсь что ни та ни та машина не устареют и еще через два поколения и вот это самая главная фишка мне кажется porsche ты можешь купить его любого поколения если ты нашел хороший вариант он будет приносить тебя удовольствие и вот на этом просто точка я же от себя скажу что во первых эмоции в этом обзоре было действительно очень много а технички мы особо не говорили потому что вы все и так можете услышать или прочитать в интернетах этого полно про данную тачку мы раскидали что по ней важно знать и мы осознали в этом обзоре что и своего поколения она является одной из самых интересных и самых надежных тачек и мне она подарила просто невероятное количество эмоций эндорфина я просто наконец-то заулыбался впервые за жизнь мне кажется тачка охренительно а за новенький porsche мы хотим поблагодарить porsche центр киев аэропорт если вы хотите затестить porsche то вы можете обратиться к ним взять на тест приехать пощупать это все что мне надо было сказать потому что они попросили про них упомянуть а теперь лично от себя мне очень понравилось что я к ним приезжаю и пока там всякое оформление вот это вся мишура там очень приятно там есть кафешка и тебе предлагают кофе она оцинкованная спереди макферсон сзади многорышко не на мостах и не равная конец мужики спасибо большое за то что выделили столько времени дело в том что сейчас уже пол четвертого несмотря на то что сегодня мы в 12 встретились они в 9 как всегда потому что вы теперь поняли чем я был занят я ее забирал в бориспольки мне сейчас очень далеко туда ехать а пробки капец но вы выделили почти целый день за это вам огромный респект а так как у вас еще не одна машина есть то мы неоднократно еще встретимся вы знаете на что рассчитывать спасибо большое рад был познакомиться точно могу сказать одно сколько лет я рулю машинами на ведре на кедре вот эти две тачки были самыми эмоциональными за все время то есть были другие классные но к этим бэп хотел бы вернуться у тебя штаны из того же материала что и салон здесь да ты охренел то чувак я сломаю она сейчас сломается да и сядь просто нормально куда нормально меня уже некуда сядь вот я сейчас сяду так как мне удобно вот смотри ну в принципе еще чуть-чуть поломать я чему его не так удобно ну чак реально тебе сзади можно ехать нет чувак то ты мне ломаешь ноги и ломаешь porsche паскуда пифиста давай во первых надо разбываться нет не надо мне на ручки вот так идти так даже неудобно здесь понимают вот нахват нормально стоит а если вот там никто не сядет если назад почему никто не как он сейчас отъехал у меня вот тут вот место нет у меня тут запрессовано тут и тут все давай без шута подожди ну реально в джиме сидеть давай как бы ну хорошо макдональдс проехаться готов но не больше чего а теперь давай я комфортно сидишь комфортно или можно еще чуть назад вот теперь мне удобно точно давай пусть закрывай поехали поехали во первых то что у тебя уже нет но так во-вторых стритов гинга золова убирает мы их можем душить ведь уходе это тем не вот пацаны после того нам больше porsche не дадут если подожди тут даже я своим ростом 170 я не могу выровняться здесь есть нормально у тебя вертикальные спинки даже чуть наклонен ты купишь вперед это нереально здесь но типа на короткую дистанцию если вот так вот так фишка в том что вот эти вот спинки складываются если вот так то нормально у тебя получается полочки раз полочка два полочка когда эти сидушки сложились и три полочка это там где наша жопа можно боком дожить сычок нет пожалуйста давай